друзья всем привет сегодня у меня шоколадный рулет напоминающий батончик сникерс это влажный шоколадный бисквит прослойка карамели с арахисом легкий сливочный крем и шоколадная глазурь особенно понравится всем любителям шоколада лучше начать с карамели она уже была у меня в разных рецептах но если вкратце то в сотейник с толстым дном засыпаем сахар добавляем 5-6 столовых ложек воды чтоб он хорошо увлажнился и несколько капель лимонного сока чтобы сахар не кристаллизовался и все получилось ставим на плиту нагрев выше среднего ничего не мешаем и не трогаем это важно как все закипит немного убавляем нагрев у меня индукция я поставила на семерку ждем когда сироп станет карамельного цвета как и риска может уйти 7-10 минут зависимости от нагрева он не должен быть маленький но не слишком большой главное не довести до темного цвета чтобы карамель не горчила когда сироп стал нужного цвета снимаем с огня добавляем сливочное масло комнатной температуры перемешиваем и маленькими порциями чтобы не обжечься вливаем горячие сливки в конце щепотка соли перемешиваем и переливаем в какую-нибудь емкость чтобы карамель дальше не варилась и быстрее остыла по мере остывания она загустеет для бисквита смешиваем муку какао и разрыхлитель немного темного или горького шоколада топим удобным способом я делаю это в микроволновке короткими импульсами ставлю на 15 секунд перемешиваю и опять на 10-15 секунд добавляю растительное масло без посторонних запахов и привкусов так бисквит не будет сухим а шоколад сделает вкус более насыщенным к яйцам комнатной температуры добавляю щепотку соли и начинаю взбивать на средней скорости примерно минуту затем в три захода добавляю сахар увеличиваю скорость и взбиваю до пышной светлой плотной массы время взбивания зависит от мощности миксера у меня ушло примерно 12 минут тесто должно быть достаточно плотным чтобы рисунок какое-то время оставался на поверхности вливаю шоколад с маслом и недолго перемешиваю на низких оборотах затем просеиваю всю муку с какао и разрыхлителем и аккуратно не спеша перемешиваю лопаткой также часто перемешиваю миксером на низкой скорости но недолго многие этого боятся так что не буду вас пугать противень размер 30 на 40 сантиметров застилаю бумагой для выпечки и распределяю тесто важно хорошо его разровнять чтобы бисквит получился потом одинаковой толщины слегка потрясываю противень чтобы все распределилось это нисколько не повредит бисквиту ставлю в заранее разогретую духовку 180 градусов 15 минут смотрите по вашей духовке палочка должна быть сухой если ваша духовка сильно жарит то разогрейте ее на 180 и сразу убавьте до 170 беру чистое полотенце прохожусь роликом для одежды чтобы убрать все ворсинки и ничего не попало в бисквит для удобства кладу лист бумаги для выпечки и переворачиваю теплый бисквит он постоял буквально пять минут снимаю бумагу хорошая бумага отходит довольно легко заворачиваю в неплотный рулет и оставляю так остывать это происходит довольно быстро для крема беру упаковку маскарпоне это может быть 200 250 грамм добавляю 60 грамм сгущенки она придаст интересный вкус чуть-чуть ванили и перемешиваю миксером на самой низкой скорости буквально полминуты маскарпоне в отличие от сливочного творожного сыра нельзя долго взбивать может расслоиться отдельно взобью холодные жирные сливки взбиваю просто до пышной массы плотные пики здесь не нужны затем все соединяю и взбиваю опять недолго на невысокой скорости до загустения если делать со сливочно творожным сыром то можно взбивать все сразу вместе и ничего не бояться кстати все продукты должны быть холодными немного измельчу жареный несоленый арахис можно этого не делать мне больше нравится помельче кусочки добавляю в карамель разворачиваю рулетик распределяю остывшую карамель оставляют 5 сантиметров запас одного края затем тонким слоем наношу крем также оставляю запас не спеша сворачиваю в рулет ничего страшного если где-то появятся трещинки все потом закроется глазурью и убираю этот рулет в холод хотя бы на один час чтобы все стабилизировалось можно обернуть пищевой пленкой для покрытия беру две плитки шоколада можно только молочный но я делаю наполовину с темным но не горьким так как у меня остались сливки я их использую нагреваю но не кипячу заливаю шоколад через пару минут перемешиваю добавляю столовую ложку растительного масла для глянца если лишних сливок не осталось то тогда просто растопите шоколад удобным способом и смешайте с тремя столовыми ложками растительного масла можно растопленное сливочное добавляю 60 грамм арахиса рулет охладился поливаю глазурью и помогаю лопаточкой распределяю всю глазурь убираю в холодильник на час-два этот рулет не сухой поэтому нет необходимости долго ему пропитываться так как я ограничена по времени съемкой он постоял в холоде всего 15-20 минут глазурь не успела как следует схватиться но надо сказать что это ганаш он не застынет полностью не засохнуть чтобы разрез был аккуратным и чтобы проще было нарезать нужно делать это горячим ножом просто опустите в горячую воду протрите и все пойдет как по маслу рулет получился очень вкусным влажным пропитанным несмотря на то что прошло всего 20 минут после сборки всем рекомендую а рецепт в описании под видео субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok